Продолжение следует... Ну, что мы остановимся сейчас вот здесь и начнем наше обустройство. В надежде на то, что ресурсов нам хватит. Значит, тормозим, врубаем здесь все. И let's go собирать ресурсы. Кстати, мне в комментариях написали, что я тут брожу как бог. Поэтому давай прибавим здоровье плюс 300%. И посмотрим, каково это будет мне. Жить-то теперь сладкой жизнью. С патронами и со всем остальным. Опа. Нифига себе. Дробаш не с двух патронов выносит теперь машулю. Вот это я понимаю 300% здоровья. Ой, бугай бежит. А гранаты что-нибудь сделают хоть? Разнесут их в щепки. Вообще пофиг. Вот это я понимаю зомби апокалипсис. У него рука отлетела, он ко мне бежит. Сейчас мне хана будет. А ну пошел он. Нет, я не хочу, не хочу. У меня есть пистолет. Мимо, 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 мимо. Меня облили, обливали. Все, капец, мне хана. Просто вот так вот делаю. Гранату под себя. Бежим. Вот я и доигрался. Поэтому пусть лучше здоровья зомбарей будет 50. Учитывая, что я уже играю в третий раз в эту игру, и мне хочется как-то попроще с этими зомбарями. А вот когда игра выйдет, вот там вот уже можно поболтать. Насчет сложности. Вот так вот. Машуня. Смотри, как они ложатся. Стелятся прям. Дробаш это мощь. Мимо. Как разлетаются мозги. Я этот приятный звук. Но вернемся к нашей важной миссии. Нужны ресурсы. Желательно коробки где-нибудь найти. Этот уже дохлый. Вот и коробки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не успел. Не успел, не успел. А, с другой стороны. Ах, вы шереки. Обезображенные. Даже кусочки мозгов валяются. Забавно. Ты что тут буянишь? А? Все, теперь ты не будешь буянить. Этот живой? До хуй. Кто-то там бежит, я уже слышу. Ох! Широко горячо. Ну все. Вроде бы теперь можно и передохнуть. Вот это странное тело тут зависло. Шлемак! Надо же, я про тебя и забыл, что ты тут есть. Зашибись. Броня есть, она уже, правда, покоцана. И шлем теперь. Я в полной амуниции, если так можно выразиться. Пойду коробки смотреть. Насчет заправки, кстати. Надо будет сюда притащить свои канистры, которые я не выкинул. И попробовать их заправить топливом. Деревяшки, металл. Сейчас это все пойдет на украшения и на елки. Сейчас, короче, выгружусь. Возьму канистры. Где они у меня? Вот 7 штук. Забираем их. Прямо сюда вот в руки кидаем. Ну, давай посмотрим, получится у нас тут заправиться или нет. Прикинь. Нет топлива. А здесь? Здесь дофига топлива. А, и в последний пусто. Ну вот. Значит, я 4 канистры набрал. И это, в принципе, тоже неплохо. Честно, я сейчас себя каким-то жидярой ощущаю, потому что я недавно только заправил половину бака. Ну, и половину здесь хватает выше крыши. А я еще притащил. Теперь буду обыскивать тачки в надежде... Смотри-ка, тут у них и дерево есть, и топливо. Богатые тачилы. Ну, вот и все. Вот и закончился денек. Что там по времени? О, сейчас будут потемки. А я без фонарика. А, сейчас побыстренько мы тут все забираем. И идем в баньки. Врубаю заднее освещение. Зомбарей здесь уже нету, в принципе. Какое красивое небо. Птички летают. Ну, освещение, кстати, неплохо. Хорошо, что я здесь окно вот это здоровое оставил. Оно так все освещает классно. Ладно, ложимся спать. Завтра утром будет мудренее. И, собственно, будем обустраивать наш пост. Доброе утро. Я выспался, полон сил. И прокачиваем силы. А то два очка у меня просто так лежит. И приступаем к обустройству поезда. Значит, наверху я хотел сделать заборчик небольшой. Вот таки, чтобы не вывалиться отсюда. Но обязательно проходик надо оставить. Вдруг у меня зомби застанут расплох. Залезу сюда наверх. Так, давай мы лучше вот сюда его поставим. А тут вот так. Короче, залезу сюда наверх. А у меня тут все заколочено. А так будут вот проходики небольшие. Дальше хочу крышу. Кстати, давай попробуем, может, панорамная. Забавно. Стенок нет, но крыша будет. Уникальная конструкция вагона. Нового поколения. Берем, значит, инструмент и пошли все это колотить. Я хочу посмотреть, панорама реально будет существовать или как. Ететь-колотеть. Про канала. Все я здесь сделал. Хочу посмотреть со стороны, как это все выглядит. Какое-то новогоднее чудо, что ли. Как все это может существовать. Но тем не менее. Мне еще интересно, когда я тронусь, эта крыша не свалится и не останется ли на месте. Теперь нам нужно соорудить новый верстак и плавильню. Для плавильни нужен моторчик и электрический нагреватель. А для нового верстака паяльник и пластик. Паяльник мы знаем, где сделать. Он вот здесь. Для него моторчик и пластик. Ну, берем тогда пластик и моторчик. Паяльник у нас теперь есть. Забираем. Делаем верстачок. Не простой, а инженерный. Ага. Разместим его на улице, потому что в помещении нет места. Оставим его для чего-нибудь другого. Ну, наконец-то! Инструменты! Паяльничек! Винтики, бултики, шпильки, кусачки и зажи... Ох, как я долго мечтал о таком верстаке. Значит... Ой-ё! Турель-лампа. Что это такое? Просенькая турель со светильником. Тоннели и подвали больше не проблема для вас. Медицинская... А, ну это турели для собаки. А собаку можно здесь сделать? Стрельба в голову. Это модули для улучшения. Нифига себе! Тут сколько всего получилось! Увеличение вместимости. Сколько добавили! Крутого! Компрессор. Всего полезного можно создать при помощи компрессора. Вот, кстати, электрический нагреватель. Создаем. Мне их нужно два штука. И электромотор. Ну, как я тут смотрю, робопса на этом верстаке собрать невозможно. Он, видимо, собирается где-то в другом месте. Окей. Сейчас нам нужно сделать плавильню. Ой. Я совсем забыл отсюда забрать вот это вот. Готово! Плавильня есть, и она тоже отправляется на улицу, чтобы не воняло в помещении. Вот наш горшочек с песочком-то и пригодится сейчас. Стекла намутим целую кучу. Забираем. Так, что-то... Подожди, мне побольше надо песочка. Что так мало-то взялось? О! Сейчас все это в стекло переплавим. Мне, пожалуйста, наверное, на все. На весь песок. Хотя нет. Давай один это сделаем. Ох ты, елки! То есть с одного горшка песка четыре стекла получается. Хорошо, что я не весь песок отправил на переплавку. Двадцать стекол. Забираем и пошли делать остекление второму этажу. Окна. Вставляем сюда и сюда. Ну, наверное, вот это вот тоже бы желательно вставить. Сюда и сюда. Осталось только их реально вставить. Здесь готово. Переходим к панорамам. Ну, красотень же, а! Еще и затемняет немножечко. Во! Второй этаж остеклен полностью, как бы это забавно не звучало. Как бы от этих стекол толку шибко-то и нету, учитывая, что у меня по бокам творится. Я хочу праздновать Новый год на втором этаже. То есть не просто так я его делал. Давай посмотрим, что там по елочкам. Ух ты! Вот эти штуки обязательно тоже надо будет потом сделать. Украшения. Вот всякие носочки. Елочка, пожалуйста, а зачем электрические детали для елки? Для гирлянды, наверное, да? Елочка. Ты у нас будешь стоять вот, вот, вот где-нибудь. Неподходящий инструмент. Так я потом другую возьму. Елочка у нас будет стоять прямо здесь. А можно ее на крышу как-то вот сюда? Эх, на крыше бы стояла она вообще четко. Тогда она будет стоять здесь. Нужно ее смастерить молотком. Не срубить в лесу и притащить сюда, а смастерить самому. Ох, красота-то какая ночью-то, что будет, а? Оно уже светится под свет. А откуда ты электричество берешь? Генератора же у меня еще пока нет. Ну, не важно, не важно. Сейчас это реально не важно. Колокольчики. Подожди, что там для колокольчиков? Ага, пойду за ресурсами, все закончилось. Я думаю, кстати, колокольчик вот здесь вот на двери будет забавно смотреться. Шлепну его. Какая красотень. Конечно же, и на втором надо такое же сделать. Вот здесь вот. Во. Дальше носочки нужно повесить. Вот таким вот образом, чтобы мне подарки Дед Мороз принес. Ля-пота. Конечно же, рождественская еловая ветка для нее, правда, стекло нужно. Блин, до свидания получится. А что, если сюда куда-то? Во, здесь прокатит. Тогда тут устанавливаем. Я сейчас там носочки перевешу тогда. Вместе с колокольчиком. Ну, вроде нормуль. Это тогда разбираем. Вешаем сюда тоже вот эту штуку. Красотень. Также сюда веночек еще можно шлепнуть. Вот он тут прям вписывается. Только что-то как-то это. Давай, тут как раз для тебя местечко. Ништяк. И вот тут можно носочки повесить. Разных цветов. Вот так пойдет. Слушай, я подумал, что нет, лучше не сюда. Лучше их повесить куда-нибудь здесь. На перила. Смотри. Отличная идея. Тут даже гвоздики для этого есть. Ну, что скажешь? Вообще же офигенно получилось, да? По-моему, сказочно. Сейчас еще на батолок вот эту штуку шлепну. Ёлы-палы. Ну, прям Рождество. Хоть и лето, но Рождество. Решил еще вот эти ветки снаружи прикрепить. Это чертовски сложно, но возможно. Ну, вот. А венок, кстати, можно на потолок куда-нибудь там вот? О, вот так было бы прикольно, конечно, его повесить. Но нельзя. Помимо этого, на втором этаже нам чертовски не хватает света. Поэтому по-любому нужно шлепнуть сюда светильник. Вот прям вот, вот так вот. Единственное, его же еще нужно к электропитанию как-то подключить. Он сейчас пока что не будет работать. Поэтому сейчас сделаем выключатель, куда бы его только шлепнуть. Можно где-то вот тут рядышком. Вот так вот. Теперь все это дело соединяем. И, по идее, вот. Все, работает. Конечно же, сейчас сделаю столик, чтобы поставить на второй этаж. Единственный минус это то, что у меня нет никаких стульев. Но есть унитаз. Он сойдет за стул. Также еще хочу сделать уютный камин. Несмотря на то, что это железная бочка, все равно будет смотреться круто наверху. Ладно, перекроем выход. Поставим его здесь. А унитаз где-то тут рядышком сейчас. Вот. Чтоб сидеть. Поскольку я один и негостеприимный, и зомбарей я не жду. Унитаз будет один. Ну. Все круто. Можно открыть даже. Ооо. А он смывает? Есть вода? Нет, воды нет. Ну, как бы вот. Сесть, конечно, я на него не могу. Но место сидящее готово. Конечно же, конечно, нам еще нужны часы. Куда бы их? На потолок шлепнуть, что ли? Потому что другого места, похоже... А, вот. Можно где-то здесь лупануть. Во. Нужно же следить за временем, чтобы без пяти уже начинать открывать шампанское, жрать оливье, салатики, мандаринки. Решил, короче, на ночь глядя забежать в магазин. Деньги мне не нужны. При заправке посмотреть, что тут есть. Тут туалеты. Ничего интересного. Тут должны быть комнаты. Свет-то включается? Не работает ни черта. Заодно сейчас пока шарюсь. О, грампластинка. Точно, надо граммофон сделать. Музыка под Новый год будет вообще офигенно. Жачка мне нужна. Я вообще пришел за деревом. Мне дерево нужно. Надо разбирать стулья. Может быть, я здесь найду что-нибудь новогоднее. Например, конфетки. Рождественский тортик или еще. Что-нибудь подобное. Нет, все. Ничего я тут не... Во. Здесь еще коробки. Офигенно. От души. Бежим обратно смотреть на наше светящееся поездатое чудо. Ну, там что-то даже сияет. Вон, елочка блестит. Красиво все смотрится. Сейчас свет включу. И еще вот у меня же камин есть. Мы его разожжем. И там сейчас такая атмосфера будет. Ну, елка-то вообще красота. Часы даже светятся в темноте. Зажигаем наш вот этот плафончик. Ну, вообще. Вот это атмосфера. Вот это я понимаю. Камин, куда бы тебя поставить, чтобы это... Нафиг не сгореть с тобой. И с елкой. Вот сюда поставлю тогда. Перегорожу тут тоже путь. Но здесь для него идеальное место. А что там? Труба куда выходит? О, труба прям как надо выходит. Добавьте в камин любой предмет, содержащий дерево. На тебе три доски. Вот сюда кладем. Разжечь огонь. Вот. Вот это освещение мне больше нравится. Ля пота. Костерок горит. Что-то там шкварчит. Елка создает новогоднее настроение. И небо просто красное. Еще и дым идет. Хочу посмотреть, как это снизу выглядит. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой, ну капец. Вот это да. Классненько. Буду сидеть тут теперь на своем унитазе. Смотреть, любоваться вот этим бидом. А если еще и поезд запустить? Сейчас. Можно, в принципе, уже отсюда трогать. Потихонечку. Только свет надо включить. Ничего не видно. Освещение есть. Можно освещение и в другую сторону включить. Вот так вот. Ну, нет, здесь тоже желательно. А то не видно, что включать. Все, поехали. Вырубаем. Так, мне интересно, вот этот прожектор не будет нам мешать? Портить эту атмосферу. Да не, вроде бы нормально. Все, едем. Отсюда даже видно дорогу. Вообще крутяк. Это ли не праздник. На поезде стук рельсов. Елочка горит. Без пяти часов двенадцать. Скоро будет бой курантов. Тут скворчит каминчик. И огонь горит прекрасно. Елка разноцветная. Со звездою наверху. И сижу я на горшке. За столом. Один совсем. Я же хотел звезду подойти посмотреть. Вот она, такая вот красная горит. Если честно, я уже не помню, куда ведет та дорога, а какая сюда. Одна в депо. Точно, я помню, что в депо, а другая фиг пойми куда. Ладно, это мы выясним, но уже в следующей серии. Эта серия была посвящена Новому году. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году счастья, здоровья, любви, радости. Ну, а также не забывай подписываться на меня. Если ты еще этого не сделал, прям сейчас пускайся. Ставь подписочку, ставь лайкосик ролику. И до встречи в новом ролике. И в новом году. Увидимся.